Существует много обзоров новой техники, новых моделей, где обсуждаются, какие установлены, какого цвета ручки переключения передач, какая лапка тормоза и так далее. Но самое интересное, мне кажется, это обзор гоночных аппаратов. Сегодня я вам расскажу о моем гоночном GMC 110S. Модель называется 110S, но это уже 125-ка, так как этот байк участвует в гонке, в битве с большими байками. На него установлен мотор 125, 125 на механической коробке передач. И сейчас этот байк стал, соответственно, по мощности конкурентоспособным со своими соперниками. Что еще здесь установлено? Так как, в общем-то, когда я начинал гонять на нем, я гонял на нем в стоковой комплектации. Я гонял на нем на стоковой вилке, на стоковом амортизаторе, ну и на 110-м моторе. Конечно же, когда растет твой уровень, когда ты хочешь больше скорости, когда ты подвергаешь байк максимальным нагрузкам, тебе нужно его оснастить более профессиональными комплектующими. Поэтому на моем байке установлена вилка фастой с регулировками. На нем установлен амортизатор ДНМ с баллоном. Он спрятан под седлом и закрыт от пыли чехлом. На нем установлено заднее фрезерованное колесо. Кстати, я только сейчас его поставил. Я ездил два года на нефрезерованных ступицах. В общем-то, все было в порядке до того момента, пока я не уследил за накачкой и не проведил обод. Во всем остальном, в общем-то, байк абсолютно готов к гонкам. На нем прикольно гонять по дачам, на нем прикольно гонять по трассам и на нем прикольно гонять в гонках. Поэтому я кайфую от этого байка. Я всем советую гонять на этих маленьких колесах, потому что это весело и прикольно. Вот так выглядит мой гоночный байк. Всем привет! Меня зовут Слава Максимов. Я выступаю за команду Джаз Мото. И это мой битбайк. Это модель 110С. Байк изначально был с мотором 110. Но так как я выступаю в классе 125, заменил мотор на 125, чтобы не отставать от конкурентов. По байку, значит, у меня изменения помимо мотора – это передняя вилка. Потому что родная все-таки не приспособлена для прыжков по 10 и более метров. Ну, а в остальном никаких изменений я не проводил. Байк полностью устраивает, выдерживает все нагрузки гоночные и позволяет ехать на тумбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok